Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня у нас вторник, и сегодня у нас второй вебинар нашей рабочей недели вебинарной Директ-Академии. Наша сегодняшняя тема – ресурсный центр иностранных языков ВБС, университетская библиотека онлайн. Ну что ж, давайте начнем наш сегодняшний вебинар. Как всегда, сначала я хотел бы обратить внимание на те ссылки, которые расположены в начале нашего чата. Первая ссылка ведет на наше расписание в Директ-Академии. В этом расписании можно зарегистрироваться на все вебинары текущего учебного года, которые уже помещены в наше расписание. А их там уже почти 150. Будет больше, но по мере наполнения я буду вам об этом сообщать. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал в Ютубе. В частности, этот вебинар тоже будет помещен на этом видеоканале. Третья ссылка – это ссылка на наши учебные онлайн-курсы. Кто хочет подучиться, приходите к нам. Посмотрите, сейчас у нас 7 курсов. Восьмой курс готовится к помещению на сайт. Ну а дальше будет больше. И, наконец, последняя ссылка – это ссылка на страницу выдачи сертификатов. На этой странице можно будет приобрести сертификаты сразу после окончания вебинара, до минут через 10. Примерно после окончания вебинаров ваши сертификаты там появятся. Как всегда, я хотел бы анонсировать следующие вебинары, которые состоятся у нас на этой неделе. В среду состоится вебинар, завтра уже, состоится мой вебинар, который продолжит тот вебинар, который был у нас в понедельник и был посвящен арт-порталу. Вебинар будет называться «Артотека. Новый формат для искусства». В четверг у нас дебютирует новый спикер Марина Пивень. Она начнет свой цикл, точнее, свой трек, посвященный искусствоведению и истории искусства. В этом году именно она будет читать этот трек, и он будет состоять из 10 вебинаров. Ну вот, первый вебинар, он называется «Время титанов. Художник-ученый-мыслитель Леонардо да Винчи. Универсальная личность эпохи Возрождения». Ну и, наконец, в пятницу, 5 октября, Юрий Николаевич Белоножкин, у него трек, посвященный электронному обучению, и его вебинар «Проблемы выбора оптимальной технологии и ее решения в онлайн-обучении». Регистрируйтесь на эти вебинары, приходите, будет интересно. Ну что ж, моя вводная часть закончена. Я передаю слово Асее Бурнашевой, для того, чтобы она сегодня провела наш сегодняшний вебинар. Здравствуйте! Я прошу подтвердить мне, насколько меня хорошо слышно и видно, поскольку я без гарнитуры, и мне очень важно, чтобы вы подтвердили, что звук отличный, видео отличное, все хорошо. Да, вижу, что все хорошо. Благодарю вас и еще раз вас приветствую на вебинаре, посвященном Ресурсному центру иностранных языков ВБС Университетской библиотеки онлайн. И сегодня я постараюсь дать вам краткую, небольшую информацию о том, что это такое, что мы вам предлагаем и какие существуют возможности доступа к данному Ресурсному центру. Собственно, данный продукт не так давно появился в нашем арсенале и во многом все еще находится в разработке. Мы работаем с различными издательствами, стараемся как-то улучшить наш контент, разнообразить его. И вот в этой связи появился ресурсный центр, который мы посвятили именно иностранным языкам. Мы задумали его в первую очередь как некоторое пространство, где наши подписчики и наши потенциальные подписчики могли бы познакомиться с иностранной литературой и литературой для изучения иностранных языков. Это в первую очередь европейские языки, английский язык, немецкий, французский. Ну и, конечно же, ресурсный центр – это место, где вы можете не только познакомиться, но и приобрести какой-то контент. В зависимости от издательства у нас разные условия доступа, но об этом я постараюсь рассказать немножко позднее, когда мы уже конкретнее перейдем к перечню издательств. Мы также предлагаем ресурсный центр как некоторую площадку для проведения различных мероприятий. Это мероприятия онлайн, вебинары, семинары. Это методическая поддержка как с нашей стороны, так и со стороны наших коллег. Поэтому, если возникают какие-либо вопросы, вы можете смело оставлять заявку на странице ресурсного центра. Мы ее получим, обработаем и свяжемся с вами по любым вопросам. Основная цель ресурсного центра – это современные методы обучения иностранным языкам, как в сфере среднего, так и в сфере высшего образования. Но, разумеется, тот контент, который содержится в ресурсном центре, он не ограничен средней и высшей школой для дошкольников, для младшей школы. Вы также сможете найти много интересного и полезного для работы и для изучения. В ресурсном центре в первую очередь представлены зарубежные издательства. И здесь вы видите таких динозавров, буквально титанов зарубежного образования. Это Pearson, это Oxford University Press, это Cambridge University Press, это все англоязычные издательства. Они издают действительно литературу на других языках и для изучения других языков, кроме английского языка. Но в первую очередь это английский язык и все, что связано с ним и на нем. Издательство Huber и Klett – это издательство немецкие. Это небольшой блок контента, который посвящен в первую очередь изучению немецкого языка и подготовке к экзаменам. Вы также можете познакомиться с российскими издательствами, которые в том числе специализируются на иностранных языках. IRIS, Anthologia, Vlades, Prometheus, Prospect, Flint. Вы можете отдельно запросить у нас список изданий, данных издательств для ознакомления. Где вы найдете ресурсный центр? Ресурсный центр, сама страничка находится в ЭБС. Она имеет открытый доступ, то есть вы можете зайти в нее и познакомиться с каталогом без авторизации. Вам не обязательно быть подписчиком ЭБС, пользоваться системой университетской библиотеки онлайн, чтобы попасть на эту страницу. Вот здесь вы видите красной стрелочкой выделено, где именно вы можете увидеть ссылку для входа в ресурсный центр. И далее вы попадете уже внутрь в сам каталог. Также сразу хотел бы оговориться, в основном каталоге ЭБС Университетской библиотеки онлайн также представлены иностранные языки. Есть отдельный раздел по иностранным языкам, есть литература на иностранных языках. Во многом она пересекается с контентом, с каталогом ресурсного центра. Поэтому если вы являетесь подписчиком, вы также можете после авторизации зайти в соответствующий раздел каталога и там познакомиться с литературой. В первую очередь ресурсный центр предлагает довольно большой выбор. Выбор, в первую очередь, англоязычных зарубежных издательств, и это свыше трех тысяч изданий. Немецкий язык представлен скромнее, это порядка 500 изданий на немецком языке. А также хотелось бы сразу обратить внимание на раздел «Русский язык как иностранный». Этот раздел посвящен как преподавателям, так и студентам, изучающим русский язык как иностранный. Издательства здесь российские. Это пособия, это учебники для изучения русского языка, для формирования культуры речи, для знакомства с культурой русскоговорящих людей. Поэтому это отдельный блок. Английский язык – это основной язык, который представлен в ресурсном центре. Не потому, что мы не любим остальные языки. В первую очередь потому, что имеем огромное количество литературы для изучения английского языка, для работы с английским языком на английском языке. И, соответственно, вы можете увидеть, что английский язык довольно подробно представлен в подразделах «Адаптированная литература для чтения», «Английский язык для академических целей», «Методическая литература». Это конкретно раздел для преподавателей английского языка, где они смогут найти пособия для методической работы, для подготовки к занятиям, тесты, пособия для оценки прогресса и знаний своих студентов, учеников. Подраздел «Подготовка к экзаменам», пособия для специальных целей, английский язык для специальных целей и учебники и учебные пособия. Учебники и учебные пособия – это, наверное, самый популярный раздел, поскольку в нем собраны именно учебники для изучения английского языка. И вы можете увидеть, если вы так или иначе знакомы с линейками зарубежных издательств, то это учебные методические комплекты, которые довольно знамениты и пользуются большой популярностью среди преподавателей. Это и литература для младшей школы, как, например, Big English, как вы видите. Это и уже ближе к средней школе Today, Focus, Choices. Это подготовка к экзаменам международным для подростков, это подготовка к экзаменам для взрослых. Это линейки Total English, Speak Out, Cutting Edge для изучения английского языка специально для взрослой аудитории. И линейка, например, Language Leader, там уже новое обновление вышло. New Language Leader мы рекомендуем для студентов высших учебных заведений изучение английского языка с элементами академического английского языка. Ну и для всех желающих знаменитый Market Leader учебник для делового английского. Адаптированная литература для чтения довольно обширна. Это, во-первых, различные уровни, уровни от самого начального старта до уровня advanced. Книги представлены как в текстовом формате, так и текст плюс аудио. Поэтому здесь есть выбор, всегда нужно обращать внимание на соответствующие отметки о наличии аудиоматериала к данному изданию. И, соответственно, три линейки издательств. Это Pearson English Graded Readers, Cambridge English Readers и Oxford Bookworms. Я также хотела бы отметить, что доступ к контенту Oxford Bookworms в данном случае предоставляется на платформе именно издательства Oxford, не в рамках EBS. Контент Pearson и Cambridge предоставляется через приложение A-Store Reader, которое дополнительно скачивается, устанавливается на ваше устройство. К сожалению, в данный момент данный контент невозможно читать, открывать через классические приложения для чтения в нашей библиотеке. Английский язык для академических целей, возможно, особенно заинтересует и преподавателей, и студентов высшей школы. Поскольку это именно то, чего зачастую не хватает нам, когда мы являемся студентами, мы ведем какую-то научную деятельность. Это пособие для подготовки, для развития навыков академического письма на английском языке. Если вы занимаетесь или вы преподаете английский язык, то, возможно, вам или вашим студентам это будет очень полезно. Как писать статьи, как писать эссе на английском языке, какие существуют особенности, в чем отличие от русскоязычных текстов. В данном случае это довольно важно для студентов, аспирантов, для магистров. И отдельно хотелось бы сказать про академическую литературу, которая представлена в первую очередь издательством Pearson. Это академическая литература для высшей школы. И это то, о чем нас часто спрашивают. А есть ли у нас литература на английском языке? Есть ли у нас учебники на английском языке? Мы бы хотели предложить вам именно издательство Pearson, поскольку оно предлагает огромный, порядка двух тысяч список контента по различным дисциплинам. Это и естественные науки, это и медицинские науки, общественно-гуманитарные науки, технико-технические науки. И в рамках каждого направления вы найдете довольно внушительный список дисциплин, предметов, по которым можно подобрать какую-то литературу. Если в ВУЗе обучаются иностранные студенты, либо есть программы на английском языке, то вполне возможно, что вы сможете найти из этого списка то, что необходимо именно вам. Подробный список по каждой дисциплине, по каждому направлению, что есть, в каком количестве, я могу вам выслать по запросу. Мои контакты будут в конце данной презентации. И я прошу вас написать, сообщить о вашей заинтересованности, и, соответственно, данный список будет выслан. Вы также можете его скачать в виде прайса с страницы ресурсного центра. Сейчас чуть позднее у нас. Да, вот прайс на зарубежное издание, он находится на странице самого ресурсного центра. Вы можете его скачать и познакомиться со списком там. Единственное, что прайс не разбит. Вот конкретно в издательстве Pearson не выделено предметной области на английском языке. Поэтому удобнее, наверное, будет, если я вам вышла его. Итак, подготовка к экзаменам. Это, опять-таки, мы продолжаем английский язык. Подготовка к экзаменам. Это, в первую очередь, международные экзамены. И вы видите, это основной список. Это IELTS, это TOEFL, это Cambridge Exams, это Pearson'овский экзамен PTE. И соответствующая литература есть, конечно же, в ресурсном центре. Уже прайс, о котором я уже рассказала. На главной странице ресурсного центра, немножко спускаясь вниз, вы найдете и сам прайс, и форму заявки, которую вы можете воспользоваться, чтобы, например, с нами связаться именно по вопросу ресурсного центра и англоязычного контента, контента на иностранных языках. Иностранные языки ВБС, непосредственно ВБС Университетская библиотека онлайн, вы можете найти в соответствующем разделе «Иностранные языки». И, как вы видите, раздела 2, есть раздел «Литература на иностранном языке» и «Иностранные языки». Раздел «Литература на иностранном языке» это как раз-таки каталог ресурсного центра, он дублируется в нашей основной части ВБС, и вы также можете, если вы являетесь подписчиком, вы также можете ознакомиться с ним как бы изнутри. Иностранные языки это, в первую очередь, европейские языки, английский язык, немецкий, испанский, итальянский, а также российские издательства предлагают пособия по азиатским языкам, по восточным. Это и китайский, это и японские языки, и также древние языки, греческий и латинский. Зайдя в каталог, в соответствующий раздел, вы как раз-таки сможете ознакомиться с данной литературой. Ведущие издательства, которые представлены в данном разделе, это «Алгоритм», «Флинта», «Онтология», «Юнити Дана», «Тетра Системс», а также издания различных университетов, российских университетов. В разделе «Иностранные языки» российские издательства предлагают свыше 4000 изданий. Если вы являетесь подписчиком библиотеки, то, скорее всего, у вас к данному контенту уже есть доступ. Если данного доступа нет, то, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы вам предоставим либо тестовый доступ, подключим вас, чтобы вы могли ознакомиться. В данной категории, в данном разделе каталога также представлены антологии английской и немецкой литературы. В том числе издания непосредственно наши, «Директ-медиа». Это художественная, в первую очередь, художественная литература, классика, классическая литература на языке оригинала. Помимо электронного контента мы также предлагаем вам бумажный формат тех же самых изданий. Часть из них доступна в ближайшее время, часть из них у нас под заказ. Например, литература для академической, академическая литература для высшей школы во многом идет под заказ, поскольку спрос на нее не очень большой, и мы вынуждены именно под заказ ее доставлять. Но при каком-то интересе, пожалуйста, связывайтесь, и я думаю, что у нас не будет сложностей. Мы сотрудничаем с крупнейшими дистрибьюторами издательств, с language-просвещения, с BookHunter, Британия, Reload, и думаю, что любые вопросы мы сможем решить. И в конце хотелось бы также рассказать немного о курсах английского языка, которые вы наверняка уже видели в ЭБС, университетская библиотека онлайн, страничку этих курсов. Это английский язык по скайпу, по учебникам, в первую очередь, издательства Pearson и онлайн-платформы издательства MyEnglishLab. Учебники представлены в электронном формате, а преподаватели – российские, зарубежные, носители языка, которые работают по коммуникативной методике. Поэтому мы вас приглашаем также на наши курсы, на программы общего английского, делового английского, подготовки к экзаменам. Если у вас есть какие-то сложности, проблемы с текущими задачами на английском языке, мы тоже будем рады вам помочь. Обращайтесь, оставляйте заявку или просто звоните. В рамках ресурсного центра мы также хотели бы пригласить к сотрудничеству преподавателей и сотрудников университетов для проведения различных мероприятий. Методических мероприятий, семинаров, вебинаров, возможно, продвижение и реализация ваших идей. Возможно, у вас есть какие-то специальные курсы, которые вы бы хотели реализовать, как онлайн-продукт. И, соответственно, мы будем рады сотрудничеству, будем рады вашим предложениям. И, возможно, это будет очень интересный проект, в котором мы будем тоже участвовать активно. В конце, пожалуйста, обратите внимание на контакты, наш сайт и наши телефоны, с которыми вы можете с нами связаться. Еще раз напоминаю, меня зовут Асия, вы можете написать мне на почту, которая указана здесь, или просто позвонить и также попросить перевести на меня. По любым вопросам, по иностранным языкам, пожалуйста, обращайтесь, будем рады сотрудничеству. Если у вас есть какие-то вопросы, если вас что-то заинтересовало, вы можете либо написать сейчас в чат, либо уже частным образом со мной связаться. На этом, собственно, у нас презентация заканчивается, она у нас получилась не очень большая, но, надеюсь, очень информативная. Поэтому жду ваших вопросов. Да, если вы являетесь подписчиком ЭБС, если ваш ВУЗ является подписчиком ЭБС, то у вас уже есть доступ к российским издательствам по иностранным языкам. Если вы хотели бы познакомиться с литературой от зарубежных издательств, то мы можем предоставить вам данный список, познакомить вас с контентом, что у нас есть в наличии, познакомить вас с аннотациями, либо в виде списка, который я вам пришлю, либо вы можете это сделать самостоятельно на странице ресурсного центра, зайдя в каталог ресурсного центра. Данный контент платный, он не входит в основную подписку ЭБС, и условия доступа к нему также особые, поскольку это зарубежное издательство, и доступ имеет, скажем так, строгие ограничения. И подробнее об этом доступе я вам могу рассказать при вашей заявке. Прайс вы можете скачать, еще раз повторяюсь, на странице ресурсного центра. Он там загружен. Пожалуйста, пришлите мне заявку либо на мою почту aburnaševosobaka.directmedia.ru, либо оставьте заявку на странице ресурсного центра с вашими контактными данными. Ваш телефон, ваша электронная почта, как вас зовут, какую организацию вы представляете. Я вам вышлю всю информацию, пришлю список, отдельно прайс пришлю, чтобы вы могли ознакомиться. Если нет больше вопросов, я думаю, что мы можем завершить нашу встречу. Я попрошу Павла Юрьевича подключиться к нам. Коллеги, давайте тогда завершим наш вебинар. Он у нас сегодня получился компактный, это хорошо, вся информация была озвучена. Связывайтесь с ICO, если вам интересно данное предложение. Напоминаю, что запись данного вебинара появится через некоторое время на нашем канале на YouTube. Приходите на наши вебинары в Директ Академии, будет интересно, а мы вас с удовольствием приглашаем. Всего хорошего, до встречи на новых вебинарах. До встречи на новых вебинарах Директ Академии. До свидания.